друзья мои всем привет рада видеть вас сегодня на своем канале с вами ольга придухина и в этом видео я предлагаю разобраться в теме мужского климакса климакс у мужчин как проявляется и главное возможно ли его приостановить чтобы мужчине всегда оставаться самым сильным самым мужественным и самым мощным давайте сегодня разбираться в этом очень непростом вопросе очень много было вопросов от вас дорогие мужчины потому что женский климакс мы достаточно часто обсуждаем а вот тема мужского климакса всегда покрыта определенной тайной много лет считалось раньше что мужского климакса нет и это все выдумки но последние исследования уже доказали что как у женщин так и у мужчин к определенному возрасту достаточно сильно снижается уровень главного мужского гормона тестостерона из-за чего мужчина начинает испытывать те самые неприятные симптомы да безусловно у женщин будут одни симптомы у мужчин другие но они тоже не очень приятны поэтому сегодня мы их разберем обязательно подписывайтесь на мой канал вообще как вы считаете какие симптомы климакса есть напишите мне в комментариях мы это обязательно у меня кстати вот следующий эфир прямой куда я вас всех приглашаю будет на тему мужского климакса вот прям сделаем чуть позднее объявлю дату и время эфира мы с вами обязательно обсудим все про мужской климакс так вот многие исследования доказали что после 35 лет у мужчин заметно снижается уровень тестостерона а если вы уже знакомы с моими видео то я часто говорю про то что тестостерон это тот самый гормон который двигает мужчиной тот самый гормон который придает мужчине силу до движение вперед то есть такой гормон достигаторство я его называю гормон очень яркий очень мощный вот как раз когда горит мужчина должен родить сына там посадить дерево построить дом то есть вот все это под влиянием тестостерона потому что это вот такой самый мощный гормон соответственно как только он начинает снижаться безусловно снижается либидо ухудшается потенция ухудшается качество сперматозоидов и вообще мужчина теряет интерес вообще ко всему ко всему происходящему то есть он меняется меняется и вот здесь мы видим что мужчина становится безразличны и часто женщины как раз таки говорят я выходила замуж он вот всего вот этого вот хотел там дом там сайсы на дерево да а сейчас ему вообще наплевать вот он лежит на диване приходит если бы вот ему не нужны там были какие-то денежки на еду он бы и на работу не ходил ему вообще на все наплевать и сразу спрашиваешь сексуальная жизнь сексуальная жизнь у нас вообще 100 лет нету соответственно вот вам и ответ соответственно к 40 годам ко всему прочему снижается тестостерон мужчина это чувствует и и в 40 лет и у мужчины начинается такой экватор то есть мужчина оценивает все что было до и все что после начинается до копере оценка ценности кто-то думает ну все сейчас себя возьму в руки кто-то говорит а я щас вообще буду всю жизнь менять я хочу бы чувствовать вот эту вот вымышленную молодость да то есть вот это я брошу работу поеду путешествовать разведусь со своей женой найду молодую и буду вот с ней там тусить ходить то есть мужчина хочет за счет каких-то событий вернуть к себе вот эту самую силу и молодость спросите ли вы меня получается ли это вопрос очень спорный не скажу что прям вот у всех получается обычно мужчины в это все дело заигрываются и здесь самый главный вопрос у меня к женщинам если жена видит что с мужем происходят вот такие вот какие-то перемены то его бросает в одну как бы сторону то в другую тут нужно все таки больше общаться с мужчиной его немножечко направлять чтобы вот этих вот ярких ярких перекосов не было потому что эти перекосы ни к чему хорошему не приводят и конечно же в этом возрасте мужчине как никогда нужно заниматься спортом чтобы поддерживать уровень тестостерона все-таки свести к минимуму алкоголь потому что вот алкоголь чаще всего еще больше удручает ситуацию и ухудшает до что вы вообще ничего вообще все еще и больше все снижается соответственно питание женщина может повлиять на питание безусловно может поэтому вы можете влиять на питание правильно чтобы мужчина правильно питался избавьте его от этих вот колбас там я не знаю котлет всяких чтобы он лучше себя чувствовал чтобы восстанавливал уровень тестостерона это самое важное друзья мои ну и конечно же физическая активность потому что если будут проблемы с потенцией уж о чем тут говорить да то есть это бьет по самооценке бьет по настроению бьет по самореализации по всем в принципе фактором поэтому за этим аспектом тоже нужно следить за у за давлением за сосудами и ежегодно проходить обследование издавать тестостерон чтобы понимать на каком уровне у вас держится тестостерон также конечно же профилактировать витамина минеральные дисбалансы специально для мужчин я разработала комплекс мужская мощь доктор ольга придухина в своем составе содержит цинк селен витамин c витамин d3 натуральный экстракт джиншени и ее химбина которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема принимать по одной капсуле два раза в день банки хватает на курс на месяц абсолютно натуральный состав ссылка будет 1 в описании под этим видео поддерживают твою потенцию увеличивает либидо повышает уровень тестостерона и многие мужчины кто принимают регулярные длительно отмечают очень хорошие эффекты заказывайте пробуйте избавляетесь от климакса и все у вас будет хорошо